За прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. На Харьковском направлении ВСУ перекидывают выполнения для удержания позиций по всей линии фронта. Так, в район Петровки прибыли две самоходно-артиллерийские установки, в том числе и польская КРАП. В районе Безруки направлены танковые подразделения ВСУ. На Донецко-Луганском направлении продолжается наступление на Северск через Григоровку, где еще взламывается оборона ВСУ. Украинская армия пытается контратаковать и отбить назад село Спорное, поэтому союзные войска вынуждены пока отвлекаться на контратаки, откладывая наступление на Северск. В Лисичанске продолжается зачистка южных районов города. Также активно работает контрразведывательное направление в районе Лисичанска. Так бойцами армии ЛНР были поймены украинские диверсанты, которые шли к позициям республики за языком. В итоге сами стали языками. Изначально их было трое, но они не сразу сдались в плен, поэтому один из них был ликвидирован в бою. После контроля союзных сил на территории ЛНР военные силы постепенно перегруппировываются для дальнейших боев за Донбасс. Так российская артиллерия перед наступлением поразила укрепрайоны ВСУ в Краматорске и Славянске. Украинская артиллерия продолжает обстреливать Донецк, в результате чего погиб трехлетний ребенок и десятилетняя девочка. На Николаевско-Херсонском направлении российские войска нанесли удар по пункту постоянной дислокации 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в микрорайоне Соляной, в Николаеве. Также был нанесен удар по Дому культуры в Корабельном районе. Украинская группировка превратила культурное здание в военный объект еще в начале специальной военной операции. В районе села Новобратское был сбит украинский штурмовик Су-25. В районе села Красное в Харьковской области были уничтожены 4 склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением. В Брянской области ВСУ обстреляли приграничное село Зерново. Пострадавших нет, в селе есть разрушение частных домовладений. В Белгородской области были атакованы российские пограничники. Два военных УАЗика российских пограничников попали под обстрел, нападясь в 400 метрах от государственной границы. По первому автомобилю был открыт огонь из стрелкового оружия и гранатомета. Второй автомобиль атаковали из дрона. Один пограничник погиб, троих ранило.